МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Повестки через госуслуги и запреты для уклонистов. Госдума приняла новый закон. Внимание, паразиты, чем опасен укус клеща. О светлом празднике весны поют пернатые певцы. В Музее народной игрушки открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. В России создадут единый реестр военнообязанных граждан. Повестки будут рассылать в том числе через госуслуги, а уклонистам от службы закроют выезд за границу. Соответствующий закон приняла Госдума в окончательном третьем чтении. Новые способы рассылки повесток заказными письмами, электронным способом через портал госуслуги, а также через МФЦ будут работать наряду с традиционными. Повестки по-прежнему смогут вручить лично в руки или через работодателя. Юридическая сила у повесток, переданных призывнику разными способами, будет одинаковой. Электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете. Кроме того, дистанционно можно будет встать на учет в военном комиссариате, сняться с учета и внести изменения в личные данные. Для прохождения медкомиссии и профессионального отбора нужно будет приходить в военкомат лично. Для уклонистов будет предусмотрен ряд обеспечительных мер. Например, им запретят выезжать из страны, садиться за руль, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты и так далее. Регионы также получат полномочия по введению дополнительных ограничений для злостных уклонистов от воинской службы по своему усмотрению. Напомним, с 1 апреля в России стартовала призывная кампания, пока она проходит по старым правилам. Более 20 нижегородцев с начала апреля обратились за помощью после укусов клещей. Весна – время наибольшей активности паразитов, когда нужно быть особенно внимательными при посещении лесов и парков. Не все городские территории обработаны, и клеща можно поймать даже на газоне. Клещи активизируются, когда устанавливаются плюсовые температуры днем и ночью. Паразиты могут быть носителями инфекционных заболеваний – вирусного клещевого энцефалита, клещевого бролиоза, эрлихиоза и анаплазмоза. Определить, какой клещ – высокий сил, здоровый или больной – возможно только в лаборатории. Если больной клещ, то в течение 72 часов проводится экстренная антибиотика-профилактика для того, чтобы не развелось заболевание. У нас в городе две лаборатории проводят исследования. Это лаборатория на клинической больнице номер 50 и лаборатория Центра генопидемиологии номер 50. Исследования эти платные, но желательно, конечно, провести исследование, чтобы понять. По словам специалиста, в Сарове клещевой энцефалит не встречается. В основном регистрируют клещевой бролиоз. Но на территории Нижегородской области 15 административных районов, эндемичные по заболеванию клещевым энцефалитом. Этот вирус опасен тем, что поражает центральную нервную систему и дает различные осложнения, вплоть до летального исхода. Поэтому, если вы собираетесь выезжать за пределы города или области, то врачи советуют перед отъездом сделать полный курс вакцинации от энцефалита. В зависимости от того, какая вакцина будет применяться, состоит из двух или трех инъекций. Но надо помнить, что иммунитет антитела, то есть иммунитет у человека в организме в виде антител появляется только через две недели после введения второй дозы вакцины. Клещевой бролиоз тоже может быть опасен, если человек не получит вовремя антибиотиковую профилактику. В этом случае может развиться хроническое течение болезни, когда поражается нервная система. Клещ обитает на кустах, деревьях и высокой траве. Поэтому, собираясь на прогулки в лесной местности, обязательно надевайте одежду, которая закрывает все участки тела. Клещи очень хорошо будут видны на светлом фоне. То есть одежду надо одевать в светлых тонов. Имейте в виду то, что открытые участки тела больше подвержены нападению клещей. Значит, надо иметь воротничок, который плотно прилегает к шее, на запястьях манжеты, на обувь должна быть плотно прилегать к щиколоткам. Если вы заметили на себе клеща, то вытаскивать его необходимо в чистых медицинских перчатках. Но лучше обратиться за специализированной помощью в медицинские учреждения. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Акция «Бессмертный полк. Расскажем детям о героях» стартовала в детской библиотеке имени Пушкина. Принять в ней участие могут все желающие. Работы можно принести до 5 мая в центральное здание и все структурные подразделения Пушкинки. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Как только определяют подрядчика. 13-я историческая конференция пройдет на следующей неделе в городском Краевическом музее. 18 апреля в 18 часов состоится презентация книги «Марины Клемковой. Саровская пустынь. Два века. История и культуры». 19 апреля в 10 утра начнет работу конференции, участниками которой станут ведущие историки, исследователи и краеведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Снежинска и других городов. Вход на мероприятие свободный для лиц старше 16 лет. Детская музыкальная школа имени Балакирева объявляет набор на новый учебный год. Детей приглашают бесплатно обучаться на предпрофессиональные программы на музыкальных инструментах. Фортепиано, скрипки, виолончели, фрите, кларнете, саксофоне, трубе, тромбоне, аккордеоне, балалайке, домре, а также хоровому пению. Возраст поступающих с 6,5 до 12 лет. Подробности по телефону 9-81-87 и 9-81-88. Весна – время испытаний для аллергиков. Постоянная заложенность носа, першение в горле, приступы удушья и конъюнктивит. Зачастую люди неправильно трактуют эти симптомы, принимая их за ОРВИ. Но, возможно, так проявляется аллергия. С тем, что весна – прекрасное время года, согласятся не все. Для некоторых людей радость первых теплых солнечных дней омрачает аллергия. Ее основная причина – пыльца растений, практически невидимая невооруженному глазу. Она распространяется на дальние расстояния вместе с потоками воздуха, оседая на любых поверхностях. В начале 2000-х ВОЗ сделала прогноз, что к 2015 году каждый второй житель Земли будет иметь какую-либо аллергию. И эти предположения сбылись. По статистике, сегодня не менее 40% населения земного шара страдают от весенних обострений аллергических заболеваний. Пик заболеваемости приходится на апрель-май. Страдают не только взрослые. От аллергии мучаются и маленькие дети. У нас примерно 17 тысяч детского населения. Значит, группа, с которой я работаю, и стоящих на учете, и не стоящих на учете, но наблюдающихся, допустим, раз в квартал, это примерно полторы-две тысячи человек. Это достаточно много. У нас есть хроники уже изначально, и есть дети, которые только формируют хроническую патологию, из которой мы их благополучно вытягиваем. То есть несколько лет усилий, и будет все хорошо. Таких детей, конечно, много. Марина Юрьевна лечит и кожные проявления аллергии, и бронхолегочные. К ним приходят с аллергическим ринитом и конъюнктивитом. Однако врач предупреждает, перед визитом к ней надо обязательно посетить педиатра. И сначала исключить другие патологии. Например, неопытным родителям бывает трудно отличить аллергическую усыпь от ветрянки или даже чесотки. А такие случаи бывали. Самое горячее время для аллерголога – апрель-май, когда цветет береза – главный мучитель аллергиков. Но и в другие сезоны работы достаточно. Летом приходится аллергии на луговые травы, споры грибов и цветы. Зимой скоропивница из-за холода, аллергии на пищевые продукты и шерсть животных. Осенью у аллергиков тоже наступает обострение. У нас непрерывно рецидивирующие процессы. И у нас каждую весну и осень обострение, например, детей, у которых интерспециальные синдромы. То есть, банально говоря, пищевые аллергены являются ведущими в клинике их заболеваний. Это значит у нас март и октябрь. Обострение топических дерматитов – крапивница сезонная и эксизонная. Обострение бронхиальных астм, обострение аллергических ренитов круглогодичных, потому что идет сезонная перестройка с летнего хорошего периода на зимний. Также астма, например, провоцирует вирусные заболевания. Первый же вирус может вызвать длительные аллергические рениты, трохииты, ларингиты и так далее. Острую аллергическую патологию можно вылечить. Хронические болезни нужно держать под контролем. Острый аллергический ренит, острая крапивница, атопический дерматит, как правило, вылечиваются. Если мы говорим о хронической бронхиологической патологии, ну вот хронический аллергический ренит, он может уйти в длительную ремиссию лет 10-15. Но аллергическое воспаление имеет тенденцию сохраняться десятилетиями. 30 лет может быть ремиссия, но мы находим маркер аллергического воспаления. Поэтому сейчас весь мир идет по пути контроля аллергического заболевания. Аллергики могут жить полноценной жизнью. Главное не запускать болезни и обратиться к специалисту на начальном этапе. При должном лечении и контроле за аллергенами можно даже избежать приступов астмы. Маленькие астматики Марины Юрьевны успешно занимаются разными видами спорта, ведут активный образ жизни, и хроническая болезнь им не мешает. И он сказал «поехали». 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики, памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день, День триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. Что саровчане знают про этот праздник, выясняла наша съемочная группа. 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза, старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известным в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза. Какое значение имел полет Гагарина для нашей страны? Вообще, раскрыл новые границы для человечества, потому что стало понятно, что можно выйти на околоземную орбиту. В принципе, довольно знаковое событие. Меня даже соседка сына назвала в честь Гагарина. Он родился в этот же день. Вот так. А какое значение полет Гагарин имел для нашей страны? Ну, думаю, что очень большой. Большой прорыв был. Застижение наше мировое. Еще я сама из Узбекистана. Космонавта Дженни Бекова очень любила. Симпатичный мужик и сам мой земляк. Ну, что я знаю? Что Советская, что Терешкова. Кстати, к Терешковой тоже обращалась по личным вопросам. Все решила через женский журнал, как-то он назывался. Советская женщина. Вот. А какое значение полет Гагарина имел для нашей страны? Очень значимое. В 1957-м полетел спутник раз. И первые мы были в космосе. А теперь наша Пересильд слетала и снялась в главной роли. То есть это значимо для страны. Я вообще патриот. Первый космонавт Гагарин полетел у нас. Потом Титов. Ну и дальше так. Все. Терешкова. А какое значение имел полет Гагарин для нашей страны? Ну, это вообще-то покорение космоса. Первые мы в союзе в мире. Прежде чем в космический корабль сел человек, в полет отправили его четвероногих друзей. В августе 1960 года советский космический корабль с собаками, белкой и стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. Первый в истории космонавтики международный полет состоялся летом 1975 года. Первопроходцами были советский корабль «Союз-19» и американский корабль «Аполлон». Вступив в 21 век, мы видим поразительные успехи космической техники. Вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников. Космические аппараты совершили посадку на Луну, привезя оттуда образцы грунта. Впоследствии на Марс и Венеру опускались автоматические зонды. Несколько космических аппаратов покинули пределы Солнечной системы и несут на себе послание внеземным цивилизациям. О светлом празднике весны поют пернатые певцы. В Музее народной игрушки открылась новая выставка декоративно-прикладного творчества. В экспозиции предметы быта, украшения и игрушки, сделанные руками саровских мастеров. Авторские промысловые работы – игрушки из разных материалов, глины, ткани, дерева, бумаги, сделанные в разных техниках, лепные, смешанные, валеные, сшитые. Все это экспонаты новой выставки, которая открылась в Музее народной игрушки. Ее авторами стали саровские мастерицы. Работы Натальи Махалиной создают весеннее яркое настроение. На ее стенде цветочные композиции из полимерной глины. Каждый лепесточек, каждый цветочек, каждая травинка – это все из глины, из полимерной глины. Глина волшебная, она затвердевает на воздухе. Лепесточек слепили, он затвердевает на воздухе, ничего обжигать не надо, и составляем букетики. Еще один стенд занимает работой семейного коллектива. Анна Цепова и ее дочери Любовь и Зои представляют экспонаты практически для каждой подобной выставки в Музее народной игрушки. В этот раз в центре текстильная композиция. Маме Али больше всего нравится делать кукол и работать с тканью. Смотришь – это волшебство. Вот небольшой кусочек, вроде бы ничем не примечательный, а получается необычная игрушка. Такая добрая, мягкая. Ну а девочки мне помогают, они вот расписали деревянные яички на уроках. Часть авторов, которые прислали экспонаты на выставку, входит в объединение «Город мастеров». Это собрание людей с творческой жилкой, мастера декоративно-прикладного искусства, художники, архитекторы. Очень хорошее объединение, такие творческие люди, замечательные у них работы. Сейчас очень часто мы участвуем в ярмарках на праздники, на городские, в парке. Вы можете увидеть, всегда есть такой островок рукоделия, где мастера предлагают свои работы, посмотреть. Первыми зрителями выставки стали ребята из художественной галереи станции юных техников. Для них после открытия прошел мастер-класс по изготовлению птицы. Выставка о светлом празднике весны поют пернатые певцы в Музее народной игрушки продлится до 20 мая. Для лиц старше 6 лет. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Лидия Шулаева.